Сегодня мы будем говорить о демократии, об анархистском анализе демократии и о ее альтернативах. Вначале я хочу сказать, что во многом критика демократии со стороны анархизма, она опирается на основные принципы анархизма, которые мы обсуждали во время первых занятий. Поэтому я могу, возможно, говорить, повторяться сегодня или говорить что-то очевидное для вас, если вы внимательно слушали. В общем, я хочу, чтобы вы представили, что неожиданно здесь в комнате появился очень-очень богатый человек, и он или она предложили вам 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро. Они предлагают вам, группе, находящихся здесь, получить 10 тысяч евро и решить, что с ними делать. Но вы не можете обсуждать это, вы не можете предложить свои варианты. У вас есть 4 варианта, что сделать с этими 10 тысячами, из которых вы должны выбрать. А какие у нас есть варианты? Пожертвовать в пользу белорусских политзаключенных, пожертвовать в пользу беженцев, застрявших на границе сейчас, отдать мне и инвестировать в надежные акции, и потом разделить прибыль, когда она появится, и уже решать, как поступить с прибылью самостоятельно. И я бы хотела сейчас имитировать немножко демократический процесс и попросить вас всех проголосовать за какой-то из вариантов. Итак, в голосовании победил вариант 2, то есть 10 тысяч евро мы отдаем беженцам в лесу. Не такой уж и плохой ответ, к сожалению, не 3, но ладно. Я бы хотела теперь, чтобы вы высказали, что бы вы сделали с 10 тысячами евро, если бы в рамках группы, как бы предполагая, что вы можете их использовать, и высказали, насколько вы чувствовали себя, так сказать, автономным человеком или человеком, у которого есть полностью право принимать решения, право понимания того, что вы можете распоряжаться 10 тысячами евро в процессе вот этого голосования. Я проголосовал именно четвертым вариантом, потому что первый и второй у меня как бы являлись довольно-таки равнозначными инициативами. Поэтому я осматривал на четвертый вариант, потому что он предполагал больше свободы. То есть, ну, как бы, подразумевалось, что, конечно же, третий вариант где-то будет линкать. Ну, возможно, не фасимистаторки, возможно, кто-то оставит прибыль себе. Но между первым и вторым, по-моему, тогда было больше распределения. Кто-нибудь еще хочет поделиться, как они себя чувствовали, и какой вариант, может, им ближе, и почему они его выбрали, и что бы они делали, если бы не было этих вариантов. Ну, я считаю, что 10 тысяч евро – это не такая большая сумма, чтобы заинвестировать в ней, получить те шрибы, которые выслите на урок, но потом вложите дальше рождесят, и дальше планировать какие-то, ну, здесь я сразу зациклю не знаю каких-то инфраструктурных действий дальше, поэтому для меня было логично распределить такую небольшую сумму денег для людей, которые реально могут в данный момент ее воспользоваться. То есть, ну, я открою игруку для того, чтобы, ну, считаю, что в данный момент, есть, конечно же, очень много требований, бездетеваний о нужде беженцы сейчас имеют, но, с другой стороны, мне кажется, что Белоруссия именно заключенных надо сейчас поддержать, потому что надо им дать беженство. – Спасибо. – Кто-нибудь еще хочет листвоваться, так почему? – Ну, через год риктатор, возможно, подохнет. Надо помогать. Теперь. – А вы за что голосовали за… – Первый. Первый. – Я просто голосовала за 1-2, потому что не было жестко регламентированности, так нельзя, в принципе, демографии так можно обычно. Вот. И у меня тоже было, главный со счетом мало, 10 тысяч часов, и никуда и не денешь, но сколько человек вы накормлены. То есть, ну, нужен какой-то пятый вариант, по идее. – Пятый вариант, дайте больше денег. – Нет, пятый вариант. Давайте сложим их вместе, куда-то инвестируем, откроем комплект, будем беженцам помогать постоянно, например. – Ну, это очень актуально. – Опять же, я не думаю, что это невозможно сделать. Ну, то есть, здесь нету обратного. Ну, то есть, в условиях задачи нет указания, что это невозможно. Я не чувствовала, что это невозможно. – Что нельзя проголосовать за несколько вариантов. – Что нельзя проголосовать за несколько вариантов. – То есть, что нельзя предложить пятый. Чисто теоретически. – Ну, здесь ему нет, но невозможности не ощущаются. – Ну, в демократии, при демократии, возможно, невозможность предложить свой вариант. Тоже не ощущается, но на деле очень часто люди не могут это сделать. Вот. Я вообще зачем исправила этот лад? Просто я хотела показать о том, что когда мы начинаем, собственно, размышлять о самом вопросе, о самой проблеме, мы намного больше получаем, как бы, разных идей, мнений, позиций, которые могут влиять на нашу позицию или не влиять. Но дело в том, что в процессе, условно, голосования какого-то референдума такое обсуждение, в принципе, не подразумевается. И это один из минусов такого инструмента, как голосование, мажоритарное голосование. Вот. И с этим я перехожу, собственно, к демократии. Давайте сначала определимся, что такое демократия. Дело в том, что демократия – очень размытое понятие. Оно часто может употребляться, когда мы говорим в разных значениях и в разных контекстах. Например, когда мы говорим о Беларуси, мы говорим, что это абсолютно не демократия. Но мы можем иметь в виду одновременно, что, например, выборы не соблюдаются, да, порядок выборов был нарушен. Или о том, что у нас есть больше двух тысяч политзаключенных. Ну, не все из них признаны политзаключенными, но по факту это так. То есть мы можем говорить, например, о нарушении прав человека. На этой карте изображено, в каких странах демократия является политическим строем. И светло-голубой – это электоральная демократия, фиолетовый – это либеральная демократия. То есть, ну, может казаться, что немного, но Россия просто очень большая страна, и Китай, на самом деле, примерно 50%, наверное, всего мира – это демократические страны. Я хочу, собственно, вам задать вопрос. Как бы вы описали, что такое демократия, или какие черты, или какие свойства вам кажутся присущи демократии? Ну, неважно, первые ассоциации, первые, как бы, мысли. Я все люблю. Все любят демократию. Слышно. Кроме анархистов. Да, да. Что еще? Ну, типа, если бы вас попросили объяснить, а что такое демократия, как бы вы объясняли? Да. Ну, это, наверное, все-таки возможность влиять народу. А какие-то решения принимаемые? Принимаемые кем? Представители имеют? Тут же, как бы, да. Тут же зависит от того, какой именно народ тут развивается. Если определенной страны население, ну, тогда решение страны. То есть влияние народа на решение. На этом слайде я записала основные признаки демократии. Я думаю, мы все знаем из школы, типа, демократус, демос-кратус, демос-народ, кратус-власть. То есть, по сути, демократия – это власть народа. И в самом определении у нас уже появляются вопросы. Во-первых, кто является народом? Кто определяется как народ? И как реализуется эта власть? Как она, как бы, выполняет сама себя? Основные характеристики демократии записаны у меня на слайде. Некоторые из них со звездочками. Давайте пройдемся по порядку. Одно из самых главных признаков демократии – это равенство перед законом. Демократическое государство будет утверждать, что все граждане этого государства равны перед законом. То есть, все люди должны подчиняться одним и тем же законам, принятым этим государством. Сразу здесь я перейду к пункту гражданства. Гражданство для демократии тоже является очень важным феноменом, скажем так. Потому что, по сути, только граждане государства вовлечены в процесс принятия решений и подчиняются этим законам. А гражданами, как мы знаем все, мы живем в Польше, приехали из Беларуси, считаются далеко не все люди, которые, например, проживают на территории, которая подчиняется этим законам и должны подчиняться этим законам. Об этом я скажу чуть позже. Также демократия часто характеризуется правительством избранных представителей. Не всегда представительные демократии характеризуются тем, что мы выбираем людей, которые представляют наши интересы в политике. В прямой демократии люди обычно голосуют или используют какие-то другие способы выражения по определенным проблемам сразу, без представителей. Но в большинстве демократий в мире они являются представительными, и мы выбираем людей, которые уже за нас принимают решения. Централизация власти. В демократических государствах, как, наверное, во многих других типах государств, власть сосредоточена в одном институте, который принимает решения. Это не значит, что она сосредоточена в одном человеке или в одной группе человек, людей. Но это значит, что решения принимаются через определенный протокол, через определенную процедуру, и все они проходят через эту процедуру. То есть нет такого, что у нас существует много разных институций, которые принимают решения по разным областям, и эти решения выполняются разными сообществами. Одна институция, в данном случае у нас, например, это вертикаль власти от местных администраций до парламента или президента, принимает решения, которым подчиняются все граждане этого государства. Политическая свобода является важным аспектом демократии. Что это значит? Это в том, что люди свободны выражать свое политическое мнение, свою политическую позицию и пользоваться демократическими методами, чтобы ее отстаивать. Демократические методы — это, понятно, это как бы голосование, это попытка попасть в парламент или в другие органы власти, в президентскую администрацию и так далее, чтобы изъявлять свою политическую волю. Вы заметите, что тут я тоже поставила звездочку. Дело в том, что на практике мы знаем, что в демократических государствах политические свободы людей часто нарушаются, даже если мы не говорим о каких-то государствах, склонных к авторитарности. А о чисто демократических государствах очень часто людей преследуют за их политические взгляды. Например, в Америке за теми же анархистами часто идет очень долгая и длительная слежка. Их часто вызывают на допросы, по сути, им не предъявляют никаких обвинений, не арестовывают их, не ограничивают их свободу. Но это такой очень продолжительный сталкинг, который очень сильно влияет на ваше психологическое здоровье, просто на то, насколько безопасно вы себя чувствуете, живя свою жизнь и так далее. Демократия также — это чаще всего власть большинства. Почему? Потому что основной инструмент демократии — это голосование. И когда принимаются решения, они принимаются на основе того, как проголосовало большинство. Мы с вами имели шанс убедиться в этом, когда я попросила вас голосовать. И на основе ваших решений выиграла большинство и выбрала тот вариант, который выбрала. Ну, наличие выборов и рефриендумов — это уже скорее инструменты, которыми пользуется демократия. И еще очень важная черта демократии — это принудительное исполнение, то есть поддержание порядка. Как я вначале говорила, демократия — демос и кратус, народ и власть. И эта власть имеет определенные инструменты и институции, чтобы обеспечить исполнение этой власти, исполнение решений, которые они принимают. То есть в демократическом государстве всегда будут институции — это суды, юридические институции, полиция, которые будут следить за исполнением власти. Власти большинства или каких-то элит. Тут я еще вынесла несколько цитат, которые смотрят на демократию по-другому. Демократия, как я говорила, это уже очень многозначное слово. И сегодня конкретно я, когда говорю о демократии, я имею в виду — это государственные устройства, это способ принятия решений и организации общества, и это также какая-то идеология. И когда я буду говорить об анархистской критике демократии, я буду много говорить о том, как она заставляет нас чувствовать себя или о том, какие позиции в людях она формирует. И вот несколько цитат философов и философок, которые смотрят на демократию как конкретно на устройство общества или какую-то идеологию. Шанталь Мув, политическая философка бельгийская, говорит, что демократия — это арена, которая порождает и дает пространство для конфликта политических программ, идеологий и волеизъявлений. Еще очень часто, возможно, вы слышали, используется такое выражение — рынок идей. То есть предполагается, что в демократии политические партии, акторы, какие-то политические субъекты предоставляют свои идеи, свое видение того, как должно быть обустроено общество, соревнуются, конфликтуют. И лучшая идея, по идее, должна побеждать. Та, которая нравится большинству людей. Еще одна цитата Жака Рансьера — это демократия — это конфликт между управляющими и управляемыми. И это уже более близко к анархистскому прочтению демократии. То есть он говорит здесь о том, что есть кто-то, кто... Ну, собственно, есть власть, которая принимает решения, и есть управляемые, то есть объекты этой власти, которые толкают власть к принятию решений, которые им симпатичны. По-моему, в зале сегодня об этом говорили в начале, что вот есть люди, которые влияют на принятие решений, которые принимает власть государства. Хочу спросить, может, у вас есть какие-то мысли, согласия, несогласия по поводу этих цитат? Ну, типа, вам кажется, что нет, нет, это неправильно, или наоборот? Ну да, я согласен, что, например, демократия — это арена, которая порождает конфликт политических идей. Ничем конфликт плохо? Ничем, просто, ну, как бы, пока что ничем. Пока мы не дошли до 3000, ничем. Просто ответ может быть как отрицательный, как отрицательный, как и положительный, если рождается спорта решений оптимально. Ну, тут конфликты между управляющими программами, они происходят, правда. Вопрос, можно ли в этом у нас задействовать? И если остаться сохранить государство, то это стоит фонд управления, и все это исправить их на статус. Есть теоретизм. Там еще кто-то. Да, я просто хочу сказать, что если я окружу эти демократы, я с вами, как мы знаем, Ленин, знакомые, которые очень любят демократии, они скажут, что это вообще что-то такое, а тебя нет, то есть какой-то конфликт, что за управляющий управляемый или нет. Ну, то есть они скажут, ты где-то это не там, в золотом. А почему они так скажут? Ну, вот, потому что я говорила, что демократию очень любят, и говорят, что это добро. Демократия? Божий дар. Божий дар с тобой считается, там это демократия, страна, там все хорошо. И вот, исходя из такой риторики, там поверхностно, они сказали, что это странно. Ну, вот, по поводу еще высказывания Рансьера, да, и ты упомянула его. Эмма Гольдман в своем эссе про женскую эмансипацию и движение суфражисток говорила о том, что женщины, ну, зачем женщины добиваются права голосовать? Посмотрите на мужчин, они всех, как бы, прогрессивных изменений, которые сделали их жизнь лучше, она говорила в основном о рабочих, добились не правом голосовать. А протестами, бунтами и, как бы, своим открытым волеизвлиением с использованием, там, выхода на улицу и так далее, или забастовок. Так зачем тогда женщины стремятся получить это право голосовать? Оно совсем не приведет к женской эмансипации. Вот, поэтому, да, как бы, Гольдман бы согласилась, наверное, с тем, что это конфликт между управляющими и управляемыми, и добавила бы еще что, есть более эффективные способы управляемым добиться того, чего они хотят. Хорошо, перейдем теперь, собственно, к тому, для чего мы здесь собрались, к анархистской критике демократии. И тут я записала основные пункты. Я думаю, на предыдущем слайде вы уже могли догадаться, зная что-то про анархизм, об основных проблемах каких-то, которые анархизм подчеркивает, когда говорит о демократии. Как вы помните, на предыдущем слайде одним из свойств демократии была централизация власти. И анархизм указывает, что централизация власти часто ведет к монополизации легитимности. Что это значит? Это значит, что те решения, которые выносятся через демократический аппарат, только они являются легитимными. Например, как пишет CrimeSync, коллектив, который писал о демократии, не наши непосредственные потребности и желания – это основной источник легитимности, но определенный процесс принятия решений и протокол. В итоге получается так, что вроде бы мы должны решать о том, как живет общество, но вот этот протокол, система, условно, свод правил, которые часто мы не имеем возможности на него повлиять, почему я скажу чуть позже, определяет нашу жизнь, а не наши желания и потребности, то, как мы действительно хотим жить. И наши желания и потребности в этом случае оказываются неважными. Нам говорят, они не должны влиять. Ну и что, что вы условно, не знаю, можно ли назвать Польшу демократическим государством, но, например, ну и что, что вы хотите, например, сами распоряжаться своим телом и решать, сделать вам аборт или не делать, говорит нам Польша. У нас есть вот такой протокол, у нас есть закон, и мы как бы не учитываем ваши желания в этом, вашу автономность. Также это ведет к отчуждению людей от принятия решений и от друг друга, что тоже важно. То есть получается, что, наверное, людям из Беларуси это вообще странно об этом думать. То есть я думаю, мы все в Беларуси долго себя чувствовали так, будто наши политические позиции и политические мнения не имеют никакого значения. Но я уверена, что в демократических странах люди, которые долгое время живут в демократических странах, они тоже не чувствуют, что то, как они хотели бы жить, они действительно могут восполнять в обществе. То есть они не чувствуют, что, например, их желание жить определенным образом, например, если вы, я все время сейчас такие, типа, прогрессивную повестку выбираю, но, например, если вы 30 лет назад как гей-мужчина жили в Нью-Йорке, вы не чувствовали, что вы можете в обществе вести себя так, как хотите, и у вас есть те права, которые вам хотелось бы иметь, потому что закон был не на вашей стороне условно. И таким образом у людей возникает чувство такого политического бессилия. Они не то, что даже хотят что-то решать и не могут, у них даже исчезает вот это желание чего-то решать. Оно настолько кажется им невозможным, они настолько отчуждены от любого процесса принятия решений, что они даже не чувствуют какое-то желание вовлекаться в этот процесс. И также демократия ограничивает сами понятия политики и политического действия. То есть политика сужается до конкретной профессии, которой занимаются определенные группы людей, политики. Вот они занимаются политикой, и они уже вносят решения, обсуждают их, принимают и так далее. А политика для обычного человека, который не является политиком, сводится просто до голосования по каким-то вопросам или до голосования за своего представителя. Хотя на самом деле, по идее, человек имеет право и должен со своей автономностью выносить решения каждый день о том, как он или она хотят жить. И анархисты говорят о том, что само устройство демократии сужает вот это политическое действие до участия в такой вот элитарной политике в только том виде, как представляет ее демократия. И другие действия, которые могли бы быть политическими, такие как бунт, марши и так далее, протесты и так далее, очень часто демократическими силами видятся как неполитические. То есть они говорят, политика – это не то, что там на улице происходит, это не то, что вы бунтуете, а вот когда мы принимаем в парламенте законы. И все. И это только и есть политика. Власть большинства критикуется анархистами. Я думаю, это довольно очевидный пункт. Анархизм хочет, чтобы мы все были свободны и максимально автономны. И у каждого человека была свобода жить так, как ему хочется. А в демократии в большинстве систем мажоритарное большинство принимает решение за меньшинство. И в этой ситуации часто оказывается так, что меньшинство живет совсем не так, как ему хочется. Защитники демократии говорят о том, что в таких случаях должны быть определенные институции, гражданское сообщество, которое защищает интересы меньшинства. Но в итоге все равно получается, что государство должно быть источником этих гражданских инициатив, гражданского сообщества. И получается, что власть защищает меньшинства от самой себя. И естественно, в многих случаях это не в ее интересах защищать кого-то от самой себя, потому что она хочет быть властью, иметь власть над всеми. Поэтому меньшинство очень часто остается в пролете. Демократия основана на исключении групп людей. Демократия очень сильно связана с понятием гражданства, как я уже говорила, и собственно национального государства. Получается так, что очень часто определенные категории людей исключены совершенно из процесса принятия решений. То есть они даже не могут, как вы говорили, повлиять на то, как власть принимает решения, потому что они абсолютно исключены из этого процесса. И демократия построена на этом. То есть изначально при зарождении демократии условно в процессе принятия решений могли участвовать только мужчины с собственностью, потом подключились женщины, потом подключили, предположим, темнокожих людей, если мы говорим о местах, где жили темнокожие люди в меньшинстве. Но до сих пор, например, мы, опять же, как я говорила, мы вот приехали в Польшу, но поскольку мы не граждане этой страны, мы вынуждены подчиняться ее законам, но не можем влиять никак на принятие или отмену этих законов. А при этом вчера буквально у меня один поляр говорил, обсуждали выборы, и он говорил о том, что люди, которые живут и голосуют, например, в США, то есть поляки, которые голосуют в США, в Германии и так далее, что это тоже заключит немного смешно, что люди, которые уже лет 20 не живут вообще в Польше, голосуют о том, как типа здесь должны жить поляки. И это тоже такой показатель, что это исключение, а с какой стороны кто-то как будто бы просто за счет политичности имеет право решать. Вот, окей, я говорила об исключении определенных категорий. Например, хотя сейчас в демократических государствах идет тенденция включения людей, какие-то категории всегда будут исключены. На данный момент это заключенные, которые в большинстве государств не имеют права голоса, и мигранты, беженцы, которые как бы не являются гражданами стран, где они проживают. И также, например, те же CrimeSync пишут о том, что демократия полагается на то, что как бы в нее не включены какие-то группы людей, потому что с помощью создания другого, чужого, очень легко манипулировать политическим мнением. И поэтому демократии нужен этот другой, чужой. Например, сейчас в национальных государствах у нас есть другая страна, которая является как бы вычеркнутой из нашей системы принятия решений, с которой мы можем сравнивать или которая может предоставлять какую-то угрозу, чтобы было легко манипулировать политическим мнением. Значит, про отчуждение я уже сказала, но я хотела еще подчеркнуть еще раз, возможно, я не очень много об этом говорила. Люди не только отчуждены от процесса принятия решений, они отчуждены еще друг от друга, потому что в демократии нет большой потребности как бы общаться со своими людьми, с которыми ты живешь в одном районе, в одном городе, чтобы обсуждать какие-то политические решения и принимать их. И они также отчуждены от ответственности за эти решения. В демократии все решения выносятся, ну, какими-то политическими фигурами, но, опять же, из-за того, что мы не чувствуем, что мы особо причастны к этим решениям, они выносятся этими фигурами, а мы просто голосуем за них, мы не чувствуем ответственности за то, как принимаются эти решения. То есть мы всегда можем сказать, что вот такие правила, такие законы, такая система, мы как бы не вкладывались в создание этой системы или вкладывались очень многое. Это даже скорее иррациональное чувство, когда вы просто голосуете за какого-то человека, который потом будет выносить законы, а не как бы сами придумываете, как вам жить. И вы можете сказать, что ну вот система, я тут ни при чем. Еще то, о чем говорили предыдущие Шантальмуф, философы Ренсьер, политика в демократии становится соперничеством, а не сотрудничеством. То есть понятно, что по идее демократия это такое устройство общества, где лучшие идеи выбираются большинством людей, и мы все живем как бы счастливо. Но в реальности, если вы посмотрите на то, как проходит демократический процесс, политический процесс в демократических странах, политические партии стремятся к захвату власти. Они часто не стремятся к тому, чтобы действительно внести какие-то изменения в обществе, по крайней мере на уровне своей риторики. Они занимаются популизмом, чтобы за них проголосовало как можно больше людей. И часто популистские идеи почему-то оказываются не теми, которые лучше для всего общества или для каких-то членов этого общества. И в итоге, вместо того, чтобы искать решение каких-то проблем всем вместе и обсуждать, мы входим в эту борьбу за власть, гонку за власть, где люди больше настроены на конфликт, чем на сотрудничество. И это опять же отчуждает людей друг от друга и отчуждает их часто от политики. Последний пункт, в чем минусы демократии, и это уже не анархитская критика, это скорее просто политологи часто об этом говорят, демократия очень уязвима к авторитарным тенденциям. Из-за того, что в демократии у нас есть централизация власти, то есть все решения принимаются одним каким-то органом, одной институцией, эту власть бывает очень легко захватить. Собственно, как в Белоруссии произошло. В 1994-м у нас демократическим способом выбрали президента, я предполагаю, что выборы тогда были честными, но после выборов аппарат власти Лукашенко и его какие-то приспешники принимали определенные политические решения, которые загоняли нашу страну в авторитарный режим. И так происходит очень часто с демократиями. Эти решения могут заключаться в ограничении участия людей в политическом процессе, в манипуляции медиа. В Польше, например, сейчас происходит авторитарный процесс, когда ограничивается независимость судов. И, в принципе, если мы подумаем про централизацию власти и о том, что очень часто партии или какие-то отдельные политические субъекты стремятся эту власть захватить, мы понимаем, что в демократии есть очень большая лазейка для авторитарного захвата власти. И у меня еще тут есть вот такой мем, немножко посвященным этим событиям, о том, что очень часто демократические инструменты не работают против акторов, которые хотят прийти к авторитаризму. Очень сложно бороться против диктатуры или авторитарных субъектов демократическими способами. Но я думаю, мы сами в этом убедились в 2020 году еще раз. Они уже судили, они же нагнули в подсечках уголовное преступление. Ну да, после войны, а не после честных выборов, где Гитлера выголосовали. Конкретные инструменты принятия решений мы будем обсуждать позже. Мой софлиситатор будет об этом рассказывать. Но я хотела упомянуть принципы, которые важны для анархизма, чтобы у нас действительно было равное общество, в котором все могут чувствовать свою силу, свою власть, принимать решения и влиять на это общество. Значит, анархистское общество. В анархистском обществе аппараты принятия решений должны быть децентрализованными. То есть не должно быть такого, что власть скапливается в одном каком-то институте, в одной сущности, скажем так, в одном каком-то государственном аппарате, и потом оттуда принимаются решения. Способы принятия решений максимально должны быть децентрализованными и, скажем так, уменьшенными. То есть это скорее сеть, вот у меня здесь дальше есть иллюстрации, это скорее сеть разных акторов. Вы видите, что вот здесь принятие решений происходит внизу. Чем сверху идет решение на граждан государства, предположим. Автономными, то есть независимыми друг от друга. При этом автономность не предполагает того, что они не могут сотрудничать или не могут влиять как-то друг на друга, зависеть друг от друга. Вот здесь есть цитата, опять же, из CrimeSync, которая объясняет, что автономия не значит полную изоляцию или отчуждение. Это просто значит, что каждый орган принятия решений остается независимым. Добровольными, то есть все, кто принимает решения, должны добровольно принимать решения, никто не должен склоняться к принятию решений. И также при принятом решении все люди должны быть согласны его выполнять. Как вы помните, когда мы обсуждали демократию, в демократических государствах всегда есть какие-то институции, институции, которые следят за принятием решений и принуждают людей к соблюдению этих решений. Полиция, опять же, юридическая система, суды и так далее. В анархическом обществе, если все люди, участвующие в принятии решений, и они участвуют как равные участники и участницы, согласились на это правило, на это решение, у них не будет причин противостоять этому, их не нужно будет принуждать соблюдать эти правила или соглашаться с этим решением. И горизонтальность тоже важный принцип демократического общества, я уже об этом упоминала. Все участники принятия решений должны быть равны и не должно быть такого, что решение спускается... Ну, то есть не должно быть иерархии, как мы с вами уже говорили на первом занятии, не должно быть такого, что решение спускается откуда-то сверху на управляемых людей. Все участники принимают решение и согласны его выполнять. Мы перейдем к прямой демократии, которая здесь уже упоминалась ранее. И прямая демократия, которую иногда называют непосредственной демократией, это форма политического и общественного строя, при котором все решения принимаются, исполняются только народом. Главное отличие прямой демократии от представительной, это в том, что решения принимаются не какими-то представителями, а непосредственно народом всегда. У представительной демократии по отношению к прямой есть как и плюсы, так и минусы. Минусов, конечно же, больше. Из плюсов, наверное, такой основной, это более эффективное и быстрое принятие каких-то стратегических решений, которые надо принять очень резко и быстро. Из минусов, это там целый список, это и коррупция, это и борьба за власть, контроль за финансовыми потоками, манипуляция общественным мнением, нарушение прав и свобод людей при отсутствии каких-то институтов, которые будут это не допускать. Собственно, основные институты прямой демократии это народное голосование. Во время народного голосования принимаются решения, которые будут иметь обязательный характер для выполнения всем сообществом. Также из каких-то режимов, инструментов прямой демократии есть императивный мандат. При императивном мандате можно давать указания либо распоряжения к каким-то отдельным судьям и депутатам. Можно их отзывать в любой момент, этих судей и депутатов. Также граждане получают постоянный отчет от этих судей и депутатов, избранных народом, и в любой момент могут внеочередной отчет потребовать. Вопрос? Я не могу вопрос. Если есть прямая демократия, то что делают депутаты? Депутаты выступают в каком-то роде как делегаты. То есть их избирают, что это скорее депутаты не как правительство, а как депутат округа, который следит за выполнением решения большинства, как и судьи, которые работают в рамках этой прямой демократии, но в любой момент могут быть отозваны, если будет какое-то недоверие со стороны общества к ним. И инициативное бюджетирование. Это значит, что все граждане принимают непосредственное участие в распределении бюджета. Мы переходим к анархическому взгляду на прямую демократию. Некоторые анархисты полагают, что прямая демократия в анархическом обществе это наиболее эффективная и реалистичная форма общества и принятия решений. При этом они заявляют, что прямая демократия в свободном обществе это этакий копия свободного договора общества. То есть мы все договорились это исполнять, и поэтому это ок. Далее участники переходят, ну, становятся участниками ассоциаций свободных, и наступает так называемая постиндустриальная демократия, в котором все решения принимаются участниками ассоциаций, и вместо какой-то капиталистической или иерархической системы это все будет горизонтально, и все решения принимаются только ассоциацией на равноправных основах. И также уделяется большое внимание прав меньшинства, потому что при представительной демократии права меньшинства как бы с большего не учитываются, а при прямой демократии при анархическом обществе вроде бы должны учитываться. И анархисты в такой концепции признают, что большинство не всегда право. Зачастую меньшинство может быть более правым, но за счет того, что их меньше, это решение не принимается. И тогда у них есть некоторые инструменты для реализации своих прав. Из этих инструментов у них есть право на протесты, право на оспор, оспарение этих решений, и право переубедить большинство в своей правоте. При этом все еще многие анархисты, которые придерживаются этой прямой демократии в анархическом обществе, принимают и признают, что в большинстве случаев меньшинству стоит все же подчиниться большинству для выполнения каких-то задач. И они используют тезис, что лучше иногда быть в меньшинстве, чем всю жизнь подчиняться кому-то сверху. Есть очень много анархистов, которые критикуют прямую демократию. И вот почему. Во-первых, анархический историк Джордж Вудках заявил, что концепция анархизма никаким образом не вытекает из того, что это крайняя форма демократии. Потому что предыдущие анархисты считают, что демократия в конце концов вырождается в анархическое общество, и по сути крайняя степень демократии – это и есть анархизм. Но Джордж Вудках с этим был не согласен. И Оскар Уайлд писал однажды, что демократия – это лишь инструмент припугивания толпой толпы в интересах другой толпы. У нас все еще остается какая-то мажоритарная система принятия решения. В анархическом обществе теряется индивидуальность. То есть в анархическом обществе основной акцент идет все-таки на личности, на индивидууме. При прямой демократии, при любой демократии, личность теряется, потому что значение личности утопает перед принятием решения общества. То есть общество ставится превыше всего, и поэтому личность должна уступить свою индивидуальность этому обществу. Также анархисты, в принципе, отрицают принцип власти. В данном случае это власть большинства, потому что если большинство принимает какие-то решения, меньшинство вынуждено ему подчиниться. У них есть, конечно, какие-то инструменты, чтобы не подчиниться, но в целом, скорее всего, они вынуждены ему подчиниться, либо покинуть это сообщество. И многие анархокоммунисты усматривают иерархический начало в демократии, потому что даже если это будет прямая демократия при анархическом обществе, которая исключает какую-то государственную структуру, все равно в ней существуют такие инструменты, как мажоритарное принятие решения, меньшинство не может быть услышано, инакомыслие выжигается, и это все потихоньку может привести к возрождению снова государственной системы. Кто-нибудь знает, что такое консенсус? Да, ну, пускай, выступка, умера. Это компромисс? Ну, кто-то вроде того. Ну, консенсус и компромисс — это не одно и то же. Согласие. Договоренность. Да, консенсус — это, по сути, договоренность. Это согласие общества, это принятие решения не путем голосования и не путем выбора каких-то представителей, которые решат, как нам жить. Это именно согласие общества, при котором никто не имеет каких-то возражений против принятого решения. То есть, когда все полностью согласны с решением, это считается консенсусом. Консенсус стремится быть, собственно, включающим. Он должен включать всех членов общества. Все должны принимать участие в принятии решения. Общим — это означает, что все должны вкладывать в идеале примерно равные усилия в принятии решения. То есть не должно быть, что кто-то решает больше, кто-то решает меньше. В идеальном обществе все должны принимать участие в решении максимально равно. Совместно это значит, что решение, которое будет принято консенсусом, должно удовлетворять желаниям каждого члена и участника этого консенсуса, а не идти на уступках у большинства. Равноправным означает, что каждый участник общества может внести свое предложение. Каждый участник общества может принять или отклонить решение. И каждый участник общества имеет право на вето. То есть имеет право заблокировать полностью решение, если по каким-то причинам его оно не устраивает. Ну и, конечно же, стремящимся к решению. То есть найти все-таки выход из ситуации, принять общее решение. И чтобы все были довольными. Консенсус, например, зачастую применяется нами в... Ну такой неформальный консенсус во всех бытовых решениях. То есть когда вы с друзьями решаете, куда пойти вечером, вы принимаете это решением консенсусом, а не методом голосования. Когда вы решаете, что посмотреть, какой фильм или где покушать, вы все это принимаете методом консенсуса. То есть консенсус в наших жизнях очень плотно укоренился, поэтому к нему достаточно просто прийти, по мнению анархистов и нашему. Это не совсем... Ну, есть такой тезис, но, например, мы можем посмотреть... Каждое общество, каждое большое общество можно разбить на маленькие подобщества. Например, в Беларуси, насколько я знаю, дворовые сообщества тоже принимали свои решения консенсусом, и это можно разбить условно. Вот если у нас есть... Понятно, что общество может варьироваться и больше, и больше. Ну, допустим, у нас есть один двор, и вы принимаете решение консенсусом сначала в рамках своего подъезда, выбираете каких-то делегатов, которые участвуют на собрании всего дома. Эти делегаты не говорят за вас, они... Ну, они, точнее, не говорят за вас, они не имеют права принимать какие-то свои решения, а могут только высказывать решения, принятые вами всеми и согласованные. Потом эти делегаты выбирают еще делегатов, и в итоге весь двор принимает общее решение. Но если консенсус предполагает диалог и обсуждение нюансов, а делегаты имеют право говорить только то, что уже было сказано до этого, то они не могут участвовать в новом консенсусе? Да, и мы позже вернемся к этому вопросу, потому что мы будем обговаривать принципы принятия консенсуса, какие у него механизмы, и в его критике в том числе участвует время, потому что, да, зачастую это занимает больше времени, но об этом мы поговорим чуть позже. В чем видят сторонники консенсуса минусы демократии? Демократия любой в данном контексте, будь она прямая, представительная, любая демократия, в ней есть минусы для приверженцев консенсуса. Во-первых, при демократии всегда присутствует дихотомия выигравшей-проигравшей. То есть кто-то побеждает на выборах, кто-то проигрывает. Вы голосуете за какую-то поправку, ее не принимают, вы уже проиграли. И это способствует разобщению общества и нарушает сплоченность, потому что если есть кто-то победивший, кто-то проигравший, значит, есть какое-то соперничество между ними. И, соответственно, общество уже не столь крепко связано на каком-то эмоциональном уровне и больше разобщается. И по поводу уменьшения причастности участников и участниц. Когда принимается решение мажоритарным способом, то есть перед демократией, меньшинство не особо чувствует свою причастность к решению. То есть они могут менее инициативно выполнять какие-то задачи, принятые этим решением. Они более скептично к этому относятся и в целом чувствуют себя немного отрешенно от этого решения. И, кажется, должно тогда большинство быть более инициативным. Но нет, большинство тоже теряет свою причастность за счет того, что это решение было принято ультимативным методом. То есть я принимал участие в решении, но таких, как я, еще миллион. И, возможно, кто-то из них будет исполнять это решение. Мне как бы с большего все равно. Я могу просто проголосовать за любую позицию, лишь бы от меня отстали. Из-за этого, когда это поиск решения не тем, что все люди договариваются, и решают все вместе о методах голосования, за счет этого теряется какая-то причастность, и эффективность, соответственно, тоже зачастую теряется. А можно комментарий? Я хотела сказать, что во время своей первой части я говорила о том, что демократия — это не только способ принятия решений в обществе, это еще и идеология, государственный строй. И мне кажется, в этом тоже есть преимущество консенсуса перед демократией, потому что консенсус — это инструмент, который сообщества или более большие общества могут использовать, но если они видят, что в данный момент этот инструмент для них не работает, они могут от него отказаться. При демократических решениях ты не можешь отказаться от... Ну, в смысле, ты можешь не голосовать, но твою жизнь это голосование все равно будет определять. То есть очень важно чувствовать эту разницу в том, что есть консенсус как инструмент или голосование как инструмент, и есть демократия как идеология или построение общества, которое имеет такую огромную власть над всеми участниками этого общества и которое нельзя просто как инструмент отбросить, если оно не работает в определенной ситуации. Ну в целом это правильное уточнение, но если мы говорим о прямой демократии в рамках анаркетического общества, о которой мы говорили раньше, то она рассматривается тоже скорее как инструмент. То есть всегда можно понять вопрос о переголосовании, ну это в анаркетическом обществе понятно, всегда можно как-то оспорить его, предложить новые голосования. То есть прямая демократия тоже может осматриваться как только инструмент, если мы говорим об анархическом обществе. Собственно, алгоритм принятия консенсуса, вот о чем мы говорили ранее, если вдруг делегаты не договорились. То есть изначально какой-то поднимается вопрос, и мы его обсуждаем. Дальше, после того, как мы все обсудили этот вопрос, каждый высказал свое мнение, мы формулируем предложение все вместе. Какое-то решение, которое будет устраивать всех. И потом призываем к принятию этого решения. Стоит заметить, что тут третий пункт может быть конечным. Но если вдруг к решению никто не пришел, как, например, в случае, когда делегаты не договорились и вернулись обратно. Начинается тогда четвертый пункт. Мы исследуем какие-то претензии к этому решению. Кто-то высказывает свой скепсис, кто-то его могут переубедить. Либо он может переубедить остальное большинство, либо остальных участников о том, что... Ну, разделить свои тревоги. И, в конце концов, предложение это будет изменено для того, чтобы оно устраивало всех. И мы снова возвращаемся к призыву к консенсусу. И в этом случае, если мы опять не договоримся, мы проходим эти алгоритмы постоянно, постоянно, постоянно. Да, это может быть затяжно по времени, это может казаться не так эффективным. Но в данном случае мы рассматриваем скорее здоровое общество, нежели эффективное и быстрое принятие решений. То есть, таким способом общество всегда будет довольное своим участием в нем, всегда будет чувствовать свою причастность к этому обществу и никогда не будет чувствовать себя отреченным и потерянным. При консенсусе часто используются некоторые роли, которые призваны упростить принятие решения, либо сделать его более комфортным для участников. То есть, зачастую, в любой группе принятия консенсуса есть фасилитатор, зачастую их два, может быть даже больше. Фасилитаторы следят за повесткой, следят за вопросами, и они являются такими проводниками принятия решения. Например, нужно два и более фасилитаторов порой, потому что один из фасилитаторов может принять участие в обсуждении со своей личной позицией. И тогда он уже теряет возможность быть фасилитатором, потому что у него будет сконцентрирована на руках власть продвигать дальше вопрос. И если он начинает какую-то свою личную повестку продвигать, тогда подключается второй фасилитатор и подменяет его. Дальше есть следящий за временем, чтобы обсуждение не превращалось просто в бесконечное перетекание с одного вопроса к другому. Также следящий за временем обычно следит за тем, чтобы все участники консенсуса имели плюс-минус равное время на высказывание, чтобы не было такого, что условно один или два человека перекрывают весь эфир, только они говорят, и остальных нет возможности как-то высказаться. Также есть очень важная роль, следящая за атмосферой. Это люди, которые следят за какими-то невербальными знаками, за мимикой, за жестами, для того, чтобы понять, комфортно ли человеку в данном принятии решения. И если человеку некомфортно, принять какие-то меры. Также, поскольку мы все еще не в анархическом обществе, следящие за настроениями также пресекают и препятствуют различным деструктивным явлениям. Это может быть проявление сексизма, расизма, гомофобии. То есть они должны это пресекать. И, собственно, секретарь, он записывает все, что происходит на собрании, все реплики. При принятии консенсуса важно не только итог, к которому пришли, но также и все предпосылки, которые предшествовали этому итогу. Потому что, возможно, вам надо будет вернуться снова к изменению предположения, и тогда вам могут помочь эти записи. А если никто их не везет, то это может затеряться, кто-то забудет. Это основные роли при принятии решения консенсуса. И дальше мы переходим к альтернативным моделям консенсуса. Иногда группа не может решить какой-то вопрос. Это бывает по разным способам, и, в принципе, эти альтернативные модели достаточно спорны. Но они, собственно, единогласно минус один, это когда один участник консенсуса не может блокировать решение. То есть решение принимается, даже если этот человек блокирует решение. Соответственно, минус два, минус три — это все также увеличение этой группы возможных блокирующих решения. Это могут быть разные вопросы. Например, если вы обсуждаете на решении, допустим, какое-нибудь деструктивное поведение одного участника, то он его как бы может блокировать. И в таком случае допустимо применять консенсус минус один, когда человек, которого вы обсуждаете, его деструктивное поведение, в принципе, не усчитывается при принятии решения относительно него, например. И приблизительный консенсус. Такая модель, например, применяется в ИЕТФ, вроде бы так называется. Это сеть, которая занимается глобальной сетью интернет. Приблизительный консенсус заключается в том, что есть условный председатель, который сам решает единолично, был ли достигнут консенсус. И это не является идеальной моделью консенсуса, но при этом эта модель позволяет сохранить дружескую атмосферу и чувство сплоченности. То есть председатель решает, когда будет принят консенсус, и это не очень хорошо, и это не совсем анархично, но это создает более здоровую атмосферу в отличие от того же голосования. А если, например, будет требование 85%, чтобы проголосовало за это, это консенсус или демократия? Это, по-моему, рассматривается как... Там, по-моему, было 80%, это единогласно минус 3, и это, в принципе, как альтернативный консенсус, но он... Это очень скользкая дорожка, вот эти все единогласные минус 1, минус 2, минус 3, потому что это все еще дает пространство для мажоритарного принятия решения, и чаще это применяется, когда кто-то просто саботирует какие-то собрания, либо не хочет принимать какое-то новое решение, ну, из-за какого-то принципа, то есть не конструктивно, а эмоционально срывает принятие решения. То есть в таком случае такие модели могут иметь место быть. Но в целом такого, что при консенсусе кто-то будет против, и его проигнорируют, при этом это против будет конструктивное, нет. А кто решает, что будет конструктивно, а что нет? Хороший вопрос. Я думаю, само общество. Ну... Я думаю, само по сути, понятие конструктивно и неконструктивно, это все-таки субъективно, и как бы... Ну, я имел в виду больше... ...сматривающего этого и не существует. Но я больше имел в виду какие-то условно-эмоциональные решения, то есть мы предлагаем все перенести этот диван в тот угол, а кто-то говорит, нет, я против. Ни почему, ни как-то аргументированно, просто нет, я против. И это можно рассмотреть, наверное, как неконструктивно. Вот эти примеры для конструктива, допустим, не удается достичь. Вот на тех же дворовых сообществах, теоретическая ситуация, все совпадения выдуманы. В общем, два соседних двора решили сделать акцию. Нужен был, допустим, кто-то, кто пойдет в дозоре. И говорить к телефону при этом, ну, как-то должны они друг с другом осадить со стороны. Опасно, потому что телефон им прослушивать и так далее. Поэтому было понятно, что нужен интернет с тем же телеграммом, например. Ну, и наушник. Часть людей начала прямо говорить, мы хотим дозор, вот все, он будет дозор, но мы хотим говорить к телефону. И вы с вами ничего не сделаете. Вы нас не заставите поставить это приложение, это слишком умно для нас и так далее и тому подобное. Все, что-то не было. Есть какие-то предложения, ну, чисто теоретически, как можно было бы в такой ситуации? Ну, на самом деле, стоит просто еще, отмотав обратно, сказать, что действительно люди не рождаются с знанием полностью консенсуса и уважением друг друга. И поэтому это нужно, как бы, этому нужно учиться, и этому нужно на практике, как бы, это ты развиваешь, ты делаешь ошибки, ты разочаровываешься, и ты потом делаешь по-другому, как и любому, в принципе, навыку. И в данном случае я бы, ну, как бы я поступила, то есть, когда мы говорим про консенсус или вообще про любое принятие решений, очень важно понимать, то есть, часто, например, тогда, когда это не подразумевает прямую демократию или там, ну, какое-то голосование, где есть, но большинство, которое решило за кого-то, и кто-то должен выходить. Мы, например, говорим о том, что само непосредственно исполнение этого решения будет показателем того, насколько принято решение было, ну, легитимным, и насколько им, людям нравилось то, что они приняты. И, например, возьмем ситуацию, которую вы сказали, значит, представим, что было собрание, где какие-то люди выдвинули свою кандидатуру на какой-то там, да, дозор, были люди, которые сказали, что нет, это для нас неприемлемо, чтобы вот так вот, потому что, как бы, вас возьмут, и вы потом расскажете, например, про других, да, то есть, это же непросто. И нужно, во-первых, говорить о коллективной безопасности с этими людьми, это не просто их личное мнение или личное решение. Как бы на собрании, где была бы я, я бы либо заблокировала этих людей, да, либо я бы не пошла на эту акцию, потому что это напрямую влияет на мою безопасность, и я бы убеждала других людей не ходить на такую акцию, и если бы, как сказать, ну, если бы эта дискуссия произошла адекватно, то произошло бы что? Либо этих людей бы отозвали и сказали, что нет, мы не будем, как бы, да, под вашим надзором стоять, потому что вы подвергаете, как бы, сомнению любую безопасность, либо просто на эту акцию не пришли бы никто, кроме дозорников, и она бы не состоялась. И вот в этом есть то, о чем говорил раньше ведущий, да, что мы говорим о добровольности, не только принятии решения, но и участия. И вот на самом деле, как бы, вот в книге, которая продавалась там снаружи, да, про консенсус, там очень многое, есть целый раздел о том, какие сложности есть у консенсуса, и как вообще можно проверить, насколько глупо какая-то, да, потому что вы говорите, консенсус нет на практике, консенсус практикуют многие люди, это не сто человек в мире, это тысячи людей, и тот же Чиапас, да, в Мексике живет на сто сорок тысяч человек, они принимают решение консенсусом, и как-то это им удается. И вопрос в том, что очень часто бывают такие проблемы, первые, когда проще не принять какое-то решение, чем принять его и потерять половину группы, потому что группа эмоционально расколется, да, проще тогда сказать, хорошо, если мы понимаем, что это сейчас нас разобщит настолько, что просто все, тогда давайте не сделаем это, или подождем, пока люди как-то переосмыслят это, вернемся к этому через месяц. И для анархистских групп это достаточно нормально, не принимать решение, не топить за вот эту эффективность, что нам нужны вот показатели, сколько там, что нам нужно именно сейчас принять решение, давление каких-то эмоций, то есть, и часто говорится о том, что, да, может быть такие ситуации, когда какие-то люди будут, и опять же мы говорим о том, что мы же люди, да, мы вот описываем здесь систему, люди это не система, да, то есть мы должны понимать, что будут люди на собраниях, которые будут просто молчать, и это воспримется как согласие, да, и потом просто, как это проверяется, когда люди молчат, и они не согласны, ты просто их не видишь, например, ты отдаешь акцию, и ты думаешь, придет 20 человек, приходит 10, да, и ты понимаешь, что что-то пошло не так не на акции, а на принятие решения, и для того, чтобы тебе ингажировать людей, тебе необходимо, то есть ты чувствуешь необходимость в том, чтобы это сотрудничество продолжалось, чтобы налазить вот это взаимодействие между людьми, и как бы, ну, и это, скажем так, просто переосмысление постоянного того, как мы общаемся, и если, например, кто-то, ну там, не знаю, мы формируем группу анархистов Варшавы, если мы видим, что каждое собрание на нее приходит меньше и меньше людей, значит, что-то не так с этой группой, и мы не говорим о том, что это просто дураки какие-то, и приходят, и неинтересно, да, мы пытаемся понять, что не так, и как бы на своем примере, да, то есть мы, например, я считаю, что как бы, когда ты практикуешь консенсус в малых группах, там, на 10-20 человек 5 лет, ты готов к тому, чтобы практиковать их на 100 и на 1000 человек, потому что ты уже как бы знаешь, какие подводные камни могут, можно говорить, конечно, что это невозможно и просто никогда не пробовать, и да, действительно, тогда вам не удастся консенсуса достичь, ну, потому что, как бы, у вас нет наука вот этого, и нету интенции, да, в попытке договориться с кем-то, вот, мне кажется, что стоит понимать, что это во всем, как сказали ранее, инструмент, инструмент, он несет и как свою опасность, он имеет свое ограничение без, ну, это никто не спорит с этим, вот, и не всегда консенсус, например, там, в быстрых ситуациях, например, когда, там, не знаю, на тебя ведут не ты, ты не садишься и не обсуждаешь в собрании, что же вы сейчас должны сделать, драться с ними или нет, вот, поэтому вы это, как бы, должны проговаривать, например, заранее, или развиваться на веках группы, но, чем мне нравится, например, консенсус, тем, что он предлагает автономию, что люди, какие-то люди могут не пойти и не делать что-то, и они из-за этого не будут исключены из группы, они не будут, там, подвержены каким-то гонениям и так далее, то есть, вот это право на «я ухожу», то есть, я выхожу, выступаю из, там, я могу даже не принимать участия в решении, я могу не накладывать ветра, но сказать, что я воздерживаюсь, я не хочу иметь отношение к результатам того, что вот вы решите, и это тоже ок, вот, то есть, есть очень разные способы убрать свой голос, то есть, кому-то, может быть, просто неважно, и он скажет, я сегодня на собрание не пойду, потому что, как будет устроено отопление в доме, мне, в принципе, не важно, и я отдаю, как бы, свое согласие, условно, да, дивидирую там свое согласие на любое, чтобы решить, это тоже нормально, но, если мы понимаем, что из ста жителей приходят все время три, а все остальные говорят, и так все идет, как решите, так и будет, это тоже проблема, это значит, что люди, как бы, фактически отдают на откуп каким-то трем людям, которые потом могут перерасти в какую-то условно-институциализированную структуру, которые тоже на себя, они начинают тоже себя отождествлять уже с теми, кто всегда принимает решения, всегда вкладывается больше, мы и так всегда делаем, а эти просто пользуются, и это, как бы, генерирует динамику, и вот эти три человека, в том числе, должны поднимать этот вопрос, да, говорить, что нет, ребята, мы не будем поднимать втроем за вас, за вас, за сотни из вас, вот, это, как бы, вечный такой двигатель, но, ну, как бы, анархизм стремится к тому, чтобы жить свободнее, жить лучше, жить приятнее, не всегда это, это не значит, что анархизм будет жить лучше, свободнее, приятнее, но стремление к этому есть, и есть какие-то предпосылки для того, чтобы это происходило, вот. Ну, ладно, секунду, я бы не хотела сказать, что в конце концерта снилась, да, да, я хотела, чтобы у вас интересный ответ. Могу еще просто комментарии, что вот эта автономность, с которой я говорила, она тоже хороша для разных групп, то есть каждая группа может, в принципе, решить, ограничить, как, какое вето принимается, и в некоторых группах принимается вето, в том числе, эмоциональное, то есть, например, мы в какой-то группе делаем что-то вместе, и, к примеру, Коля говорит, я не могу, я не хочу, чтобы этот человек приходил там на наше собрание, потому что, ну, вот он меня напрягает, бесит, ну, я с ним вот просто по-человечески не хочу общаться, там, у нас была, например, какая-нибудь ссора в прошлом, и какая-то группа скажет, ну, извини, мы здесь делаем, не знаю, политические какие-то типа действия, и ваши там ссоры не важны, то есть вот это вето не будет принято, а другая группа подумает, да, и скажет, что если мы пригласим кого-то, да, кто еще не является членом группы, кто, в принципе, еще не вложился в нее, да, настолько, чтобы мы как бы ценили его, типа, полноценного человека, но он уже будет напрягать кого-то, кто нам дорог, ну, то есть это типа член нашего сообщества уже, и если это человек, то, как бы, чья, ну, чей вклад ценится больше априори, он будет, например, пристанет ходить на собрания те же, да, то есть это уже будет какая-то терка, то для нас важнее, чтобы, например, был комфорт того, кто есть уже с нами, и мы тогда примем это эмоциональное вето, потому что это несет, как бы, напряг в какую-то групповую динамику, и каждая группа, в принципе, может, ну, это мы говорим, например, про подъезды, да, и все такое, в каждом подъезде может быть вообще разное количество вето, как бы, что они принимают под вето, только, например, там, не знаю, что не соответствует групповому соглашению нашему, кто-то говорит, что любой, вообще, там, политический ваш принцип может быть, там, как вето использовано, вот, и в разных коллективах, например, я участвую, очень разное количество вето, ну, то есть какие вето мы принимаем, очень по-разному организованы, иногда это даже не обсуждено до конца, и иногда это может приводить к проблемам, да, что это кто-то не обсудил, кто-то подумал, что так будет, а потом его, как бы, мнение не учитывается, например, говорится, да, то есть это тоже что-то, что это значит, что эта группа должна что-то обсудить, что-то, как бы, подтянуть, да, свои процессы, И это просто как бесконечное налаживание своих собственных структур. Как может выглядеть принятие консенсуса в более масштабном поле? Допустим, предположим, у нас есть материк, на котором только анархисты живут. Как будет выглядеть структура этого материка? Это будут везде дворы? Или как будут везде более большие объединения? Они будут по какому принципу объединяться? Есть изначально осознание того, что в вашей коммуне условной не всегда надо согласовывать все решения со всем материком. То есть и таких решений, которые касаются всего материка, скорее всего наберется единицы. Ну и в случае, когда все-таки такие решения необходимы, тогда я полагаю, что это да, последствием делегатов будет осуществляться. Но, опять же, зачастую условная коммуна на этом материке, скорее всего, будет существовать автономно. И большинство решений, которые они будут принимать, будут касаться только их коммуны. А решения, которые будут касаться... Ну, то есть мы рассматриваем этот материк не как какое-то государство анархическое, где все подчиняются общим законам. Нет, каждая коммуна, каждое сообщество на этом материке живет по тем правилам, на которые они все согласились. А какой вот основной механизм отката, если у нас консенсус не подходит в какой-то экстренной ситуации? И кто должен при анархии принимать решение о том, что у нас в данный момент ситуация такая экстренная, что консенсус не подходит? Ну, допустим, анархическое государство, а соседнее с ним не анархическое, оно на него напало, да? Анархическое государство – это шутка. Ну, короче, территория анархическая, да? И вот у нас, допустим, на СНГ воцарилась анархия, а тут злой Евросоюз решил напасть. Хорошо, смотрите, я хотел... Кто должен принимать решение, что сейчас вот для консенсуса нет времени, и какой основной механизм отката, там, демократия или голосование? Смотрите, я хотел это чуть попозже сделать, в конце закончить какими-то примерами консенсуса. Ну вот, тема про войну. Условно, в 1925 году в Корее была очень сильная анархическое корейская федерация, и они в провинции Синмин, типа, смогли захватить эту провинцию, создать там свою автономию. И у них все осуществлялось методом консенсуса, то есть у них были общины деревень, общины областей, и это все вырастало до общей этой автономии. И они методом консенсуса смогли создать в том числе и какую-то военизированную структуру, которая в течение двух лет могла обороняться от сталинских войск и от войск Японской империи. То есть вот, даже методом консенсуса люди смогли организоваться и давать отпор неприятелям. То же самое можно сказать про историю Испанской революции, когда тоже большинство коммун принимало решение, ну, часть принимала решение о прямой демократии, часть принимала решение консенсусом, тем не менее это не влияло на способность выживать в рамках каких-то агрессоров. Да, в какой-то момент агрессоров стало слишком много, но когда у вас агрессоры со всей стороны, условно, это и сталинисты, и фашисты, то ни демократия, ни какая-либо другая структура вас не частит от этого. Я думаю, общество заранее прорабатывает, что будет делать в случае, ну, типа, методом консенсуса в сообществе обсуждается, что будет делать в случае экстренной, типа... Ну, понятно, но это подходит в случае, если у нас предсказуемая какая-то экстренная ситуация. А если получилось, что это непредсказуемая черноледость, непредсказуемая экстренная ситуация, кто должен решать, что, например, она настолько экстренная, что консенсус не подходит? Допустим, она более срочная, чем война. Я думаю, опять же, что если вдруг нам такая необходимость появилась, что нам надо уйти от консенсуса, то это решение должно быть принято консенсусом этим обществом. А не бывает ли так, что, допустим, после принятия решения уже всегда есть меньшинство, ну, как бы всегда есть, то есть, как было в случае этого века, когда вы рассказывали, то есть, вот эмоционально вы там не хотите какого-то человека, да, чтобы он присутствовал, и я считаю, что ваше решение, ну, чтобы вы правильно считаете. Но все равно какая-то группа принимает, что нет, он наш, как бы, член нашего сообщества, и поэтому мы этого человека, которого давно не будем принимать. Ну, как бы, всегда есть меньшинство каких-то людей, которых решение может не удовлетворить, но они, как бы, жертвуют их в пользу большинства. Ну, смотрите, консенсус в целом предусматривает поиск какого-то решения, которое будет устраивать всех, и если кто-то... Ну, а разве такое может быть этическим? Ну, как бы все равно, у тебя есть подсознательное, может быть, что ты не хочешь, ну, принять какое-то решение, но уже раз все принимают, ты соглашаешься этим. Во-первых, всегда можно условно, ну, это свободные ассоциации, и если твой блок игнорируется обществом, и решение принимается консенсусом, ты всегда волен покинуть это общество и вступить в какое-то другое общество, в котором ты будешь услышан. Если вдруг кто-то накладывает блок, обычно в консенсусе, то вместе с этим блоком этот человек зачастую, как бы, обязуется не просто заблокировать решение, а обязуется предоставить другое решение на обсуждение взамен того, которое он заблокировал. То есть, условно, если кто-то блокирует, допустим, в группе нужен новый участник, но у нас есть потенциальный один участник, которого можно принять, но кому-то он не нравится, и этот человек блокирует этого участника, то в теории есть такая практика, как человек, который заблокировал нового участника, который ему лично не нравится, но при этом острая необходимость в новом участнике, тогда этот человек обязуется найти новый участник и предложить новое решение. Но, может быть, это не совсем ответ на ваш вопрос. Ну, вы спрашиваете, возможно ли это? Да. Ну, блин, мне кажется, в моей жизни просто в 90% случаев консенсус работает. Ну, не знаю, возможно, потому что хорошие люди подобрались вокруг, но подобрались они тоже как бы неспроста. Да, нужно понимать просто, что это то, о чем я говорила, что если происходит в группе такая ситуация, то, что из 10 человек, 3 промолчало, но, в принципе, было согласно с кем-то, да, и подумали, что, блин, ну вообще-то в это не надо было накладывать, да, тут, но промолчали, это значит что? Что они либо боятся, да, как бы большинства, что есть кто-то дарящий и авторитетный или авторитарный в этой группе, и что это уже как бы не, то есть условия для консенсуса не выполняются, потому что условия для консенсуса это когда ты не боишься высказать что-то, ты не боишься быть осмеянным, ты не боишься, что тебе скажут, что ты тут бред несешь, да, то есть ты не боишься быть оскорбленным за свое мнение, ты не боишься как бы, что ты всегда, что бы ты ни сказал, тебя никогда не принимают. Ну и если это так работает, то это значит, что есть проблемы в группе, и если группа остальная не замечает, что кто-то всегда исключен, кто-то всегда молчит, то это, ну, мы должны заявить, что это не, группа не работает в консенсус, да, и что делать тогда тем людям, которые находятся в любой группе, следить за вот этой динамикой, да, если часто, конечно, те, у кого есть власть, те, кто более говорит часто, еще такое, и все такое, им кажется, что все окей, да, что ничего не происходит. Ну и это как обычно бывает в мире, да, что если кто-то чувствует себя угнетенным, то он должен восставать, ну, потому что он должен сказать о том, что нет, как бы я не чувствую, что здесь я могу, у меня всегда вот это, вот это, вот это. Если ты не можешь это сделать, то, к сожалению, да, тебе нужно тогда либо будет уйти и либо какую-то критику, либо подойти к тому, с кем ты можешь поговорить, который для тебя не является какой-то страшной фигурой, и попытаться найти какого-то союзника, кто поможет тебе этот голос, ну, проявить, да, сделать собрание не на тему какого-то решения, а сделать собрание вообще, а почему у нас так, да, и это, ну, очень часто бывает так, что, например, анархистские группы просто могут на месяц перестать вообще что-то делать, потому что у них проблемы внутри, да, и как бы они берут, как бы, там, неделю, две, три, четыре, для того, чтобы не пытаться дальше-дальше работать, потому что это только усугубит проблему, и да, это, как бы, сказывается на эффективности, но эффективность и вот эта вот, как бы, деятельность, что нам нужно постоянно выбрасывать какие-то картинки, что мы что-то делаем, что-то проводим, что-то это, еще и так далее, то есть если вдруг, не знаю, у нас будет вот в школе, там, в коллективе ведущих кто-то скажет, что я больше не могу, да, то мы не скажем вдвоем, ну, нет, мы сказали, что будет каждые две недели, да, типа, давай, там, отдыхай как-то, потому что мы пообещали, это важнее, там, чем твое, то это уже будет проблема у нас, это не будет уже, типа, какой-то анархический коллектив, это будет, не знаю, коллектив каких-то людей, которые гонятся за капиталистическим успехом у кого-то, чтобы собрать, там, медиа, ресурсы, еще что-то, и, как бы, об этом нужно постоянно думать, и это тоже не приходит сразу, ну, это кто-то может просто прийти и бросить это, и сказать, что, ребята, мы не задумывались, что вот мы вот так делаем, и что, как бы, это, как бы, не ок. Вот, еще один момент, который я хотела бы сказать, мне кажется, что, конечно, не хочется отсылаться на какие-то, типа, международные структуры, да, там, такие правительственные, но, например, насколько я знаю, в ООН примерно очень похоже, работает, там не то, что консенсус, но вопрос вот этого, типа, делегирования, он работает очень похоже, потому что, как бы, человек, который, там, типа, ну, не знаю, окей, там, и кто там едет, да, он едет с позицией, которую ему дали, да, он не говорит от себя, он едет и говорит, и так, голосует, так, как ему сказали, ну, так, как ему сказали где-то, и вот этот, вот этот императивный мандат, он очень хорошо, он, например, прослеживается, потому что, если он вернется, и, там, проголосует, то есть, если, например, какой-нибудь, там, представитель России проголосует нечаянно, там, за европейское решение, то он уже никогда не приедет в ООН, его, как бы, просто сразу снимут, и поэтому тут, как бы, что люди, эти люди, они не перестают быть, как бы, собой, вот, но в данном случае понятно, что эти люди, как бы, просто, ну, профессиональные какие-то политики, а второй момент, это то, что есть конвенции различные, особенно, ну, в частности, я знаю про экологические различные конвенции, там, Оргутская, там, еще какие-то конвенции, ты не видишь, я подожду, я не видела, что конвенция работает так, что происходит, например, какое-то собрание из представителей каких-то стран, они прописывают текст конвенции, и потом люди из этих стран едут в свою страну и, как бы, ратифицируют их там, либо не ратифицируют, и это тоже очень, и они могут ратифицировать, вот, в разные, там, например, кто-то ратифицировал, например, конвенция Оргутская в 97-м году, в Белоруссии ратифицировали, там, по-моему, в 2000-х, там, что-то десятых, да, то есть какое-то время необходимо для того, чтобы страна сама решила, и при этом каждый год, там, Беларусь куда-то ездит, что-то там обсуждает, ну, и в итоге вот сейчас большой скандал с тем, что, там, Беларусь закрыла ЭКОДО, да, ликвидировала, и теперь, как бы, поскольку Беларусь часть Оргутской конвенции, ей, ну, как санкцию, ей угрожают, ну, исключение ее из списка, от стран, которые эту конвенцию, как бы, могут продвигать, за, ну, пользоваться ресурсами, средствами, деньгами и прочим на экологическом развитии. И это, на самом деле, что-то, что очень похоже работает, как для меня, но с вот таким анархистским принципом. Хотите присоединиться? Welcome! Не хотите исполнять это? Тогда вы не будете пользоваться, там, нашим каким-то общим, тем, что мы вместе добились. Вот, и вот эти конвенции, мне кажется, очень похожи на такое вот добровольное просто и взаимное, то есть ты видишь в чем-то смысл или видишь, возможно, где-то какую-то, пользу от участия в чем-то участвуешь. Завтра ты не видишь, ты из него выходишь, и это тоже ок. Много было вопросов и замечаний по, будет ли работать консенсус в том случае, будет ли работать консенсус в том случае. Поэтому хотелось бы сделать ремарку, что консенсус – это просто форма согласия, это инструмент, это не ультимативное решение всех проблем. И принятие решения консенсусом, в первую очередь, зависит от людей, которые его используют. Вопрос? Если делать, все-таки ответить, что мы пытались обсуждать примеры демократии, и более, как обсуждать ее, но немножко отошли к консенсусу. Это инструментам, которые уже используются в демократии. И сделать такую вот, предугадать следующие вопросы, что на самом деле консенсус, он может приниматься и большим количеством людей, но давно сплоченными и давно сотрудничающими вместе. Чтобы прийти к консенсусу большой группы, им придется работать вначале в маленьких, приходить по чуть-чуть, вырабатывать общие какие-то направления согласия, также прорабатывать теорию, в каких вопросах они как будут на что реагировать. Это нельзя исключать. Мы не можем рассмотреть сразу же, что, допустим, 10 миллионов человек в какой-нибудь там восточно-европейской стране любой вопрос на раз-два принимают вот так вот, по щелчку пальцев. Нет, это долгий процесс, для того, чтобы прийти вот именно вот, чтобы решались вопросы к консенсусам, пройдет, наверное, очень много времени, когда эти 10 миллионов человек придут к какому-то согласию, к каким-то общим принципам. И для этого как раз-таки надо вот теория, по которой они будут двигаться. Ну, смотрите, мы же отталкиваемся от того, что не будет таких огромных структур, централизованных, как государство. То есть структура, где будет находиться 10 миллионов человек. Это будут скорее небольшие общества, которые в какой-то момент по каким-то необходимостям объединяются, условно, в какую-то федерацию. И да, правильно было замечено, что консенсус проще принимается среди людей, которых вы хорошо знаете, поскольку к нему уже у вас есть больше доверия, больше уважения, вы чувствуете себя более комфортно в этом обществе. Такое есть. И за счет этого и строится эта структура. Она часто звучит в анархических концепциях, что какие-то решения идут не сверху вниз, то есть неусловный президент говорит нам, как нам жить, а эти разрозненные сообщества, небольшие, объединяются и решают, как им жить вместе, начиная снизу. Давайте мы перейдем к критике консенсуса. В целом, опять же, ремарка стоит сделать, что критика консенсуса существует, но стоит понимать, что консенсус – это не универсальное решение, как и демократия. Это просто инструмент для принятия решения в свободном обществе. Вот основные критики, которые высказываются. Это сохранение статуса-кво, когда кто-то блокирует это решение, и общество не двигается к каким-то новым решениям, потому что не хочет менять существующий порядок. Есть такая критика, и есть такая проблема. Опять же, она может решаться в рамках общества и понимать, почему у нас консенсус не работает, потому что консенсус должен работать в здоровом обществе. Потом уязвимость для разногласий, связанная, опять же, с блокировкой. Когда все общество может стать заложником одного человека, который просто принципиально блокирует это решение, но это уже не про сохранение чего-то, что было, а, например, какое-то новое решение, или, например, борьба с коронавирусом. То есть мы все хотим сидеть дома, а кто-то просто упрямо блокирует это решение, и за счет того, что мы принимаем решение консенсусом, мы можем стать заложниками ситуации, и опять же, это проблема скорее общества, а не самого инструмента, и проблема со способом принятия консенсуса. Парадокс Абеллина – это такой парадокс, который заключается в том, что в методом консенсуса может быть принято решение, которое не устраивает никого. То есть кто-то непринципиально против одного решения, кто-то другой тоже непринципиально против этого решения, и вроде никто его не блокирует, но оно всем не нравится. Оно принимается, и вуаля. Мы все приняли решение, которое никого не устраивает. И опять же, эту критику можно обойти тем, что консенсус – это не уникальное решение всех проблем, это просто способ взаимодействия общества. Если общество, не замалчивая о своих проблемах, не стесняется говорить, не боится говорить и выражает свое решение открыто и честно, то я считаю, что таких проблем не возникнет. И самая такая насущная проблема, которая уже не проблема общества, а проблема самого решения методом консенсуса – это временные затраты. Но, как я процитирую жалобу на временные затраты, обычная жалоба – собрания на основе консенсуса длятся очень много. Но действительно ли они эффективны? Авторитарные модели принятия решений, включая мажоритарное голосование, в котором меньшинство вынуждено соглашаться с большинством, скрывают или делают утростепенную их истинную стоимость. Сообщества, которые используют авторитарные способы принятия решения, не могут существовать без полиции или некой другой структуры, чтобы приводить эти соглашения в жизнь. То есть, условно, любая демократия требует полиции, потому что, если меньшинство не согласно, оно будет бунтовать, оно будет протестовать. И чтобы решение исполнялось, нужны какие-то инструменты и механизмы для подавления несогласных. И те ресурсы, которые тратит государство на поддержание этих институтов, намного более затратные, чем то время, которое мы могли бы потратить для принятия решения консенсуса. Это все по лекционной части, если есть еще какие-то вопросы, если есть фидбэк по поводу лекции, может, что вы не упомянули, какие у вас остались ощущения, что вы узнали нового. Какие другие методы принятия решения при анархии, кроме мажоритарного голосования, существуют? Ну, я знаю только вот такую анархическую прямую демократию и консенсус. Может, кто-нибудь из соведущих знает. Нет, но есть еще сверхмажоритарное, о котором вы говорили. Можно поставить себе планку типа 80% или 90%, чтобы это меньшинство уменьшать в каких количествах, что типа это не расколетную надвое. Ну, то есть, либо консенсус, либо какая-то форма голосования, либо полный раскол, и каждый делает то, что решил для себя. У меня вот такая идея возникла про консенсус. Но всем же знакомо понятие меритократия, да? Ну, да. И, например, есть варианты там, при Анкапе, например, нелюбимую с теми меритократии, где голосование считается как бы деньгами, то есть у кого больше денег, у кого больше веса голосов, да? А вот мне вот подумалось, что при каком-то, при каком-то условно-нархической утопии может возникнуть такая ситуация, что тоже консенсус приведет к меритократии, только вместо денег, по сути, вес будет определять харизма человека. Если у него много харизма, он способен большую долю сообщества делать свои решения, а если у него мало харизма, он не способен. Это приведет тоже к тому власти харизматичного меньшинства, которое влияет на все сообщество путем длительных обсуждений при консенсусе. Но в анархистских группах уже как бы есть такое явление, что люди какие-то более инициативные или харизматичные, автоматически получается, что чаще как-то принимают решения или к их голосу больше прислушиваются. Но мы, по-моему, говорили об этом даже на первом занятии, когда говорили о принципе анархизма, что он не авторитарен и не анархичен. Тут уже будет задача самих этих людей с одной стороны как бы чекать себя и проверять, не слишком немного власти я себе беру. И остальных задачу будет как бы высказывать о том, что э, чувак, почему ты все время всех убеждаешь чтобы соглашаться, даже если изначально с тобой не согласны. Ну, в общем, это просто нужно помнить о принципе не иерархичности и стараться его соблюдать. И в идеале в анархическом обществе так и будут делать. По-моему, есть какая-то форма общества, где решения принимают почти, можно сказать, так же харизматичные, только там, по-моему, это решения только умные люди принимают. Не помню, как она называется, но точно такая есть, где по степени интеллекта определяется, кто принимает решения. По-моему, не умные. Так, тогда мы будем заканчивать. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok